Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 марта. Продолжая рассказывать о самых неприхотливых и самых выносливых сибирских сортах, я сейчас расскажу вам про сорт гемидов. Конечно, про этот сорт я говорила уже и в прошлом году, и в позапрошлом году, но до сих пор еще есть люди, которые ни разу его не выращивали, которые его не видели ни разу и даже не слышали о нем. Потому что регионы у нас разные, и он преимущественно распространен в сибирском регионе, в других он уже менее распространен, но так как у нас почти во всех регионах очень сложные условия для выращивания томатов, и лето короткое, и похолодание весной, и все вот эти наши прелести природы, то я хочу вам рассказать о сорт гемидов, потому что он подходит не только для сибирского региона, для нашего, а абсолютно для всех. Вот кто выращивал его, все говорят, что растет он везде. Это и значит, что он неприхотливый. Я сейчас прочитаю все, что у него написано на пачке, но вы видите, я пачку держу так для образца, у меня, конечно, давно уже свои семена, но инструкцию, то, что говорит производитель, это очень важно, потом добавлю от себя. Среднеспелый сорт салатного типа для возделывания в открытом грунте. Написано салатного типа, но люди с успехом его консервируют, это я уже для себя, так что он и в соленом, в консервированном виде тоже хорошо идет, но почему-то производитель упоминает только о салатах, но это зря, потому что он и для переработок, для всех, для всего. От сходов до начала плодоношения 105-110 дней. Куст штамбовый, малорослый. Плоды округлые и плотные, с темно-зеленым пятном, при созревании розово-красной окраски, средняя масса 100-110 граммов. Тут тоже немного недостоверная информация. Он вырастает до 250 граммов. Есть демидов, бывает, получается, очень крупный. И это зависит, конечно, от условий выращивания, от плодородия почвы. Пригоден для выращивания с загущением до 6 растений на 1 квадратном метре. Урожайность 9-11 килограмм с 1 квадрата. Это очень хорошее для детерминатных низкорослых сортов, потому что он не индент, он не 2 метра, а всего 50 сантиметров. Ну тут для подкормки, для ускорения процесса, это я уже ничего вам не читаю. Вот хочу добавить к тому, что здесь написано. Пригоден для выращивания с загущением до 6 растений на квадрат. Это говорится о взрослых растениях. Но у нас, благодаря вот этому, тому, что он позволяет себя выращивать с загущением, благодаря этому мы можем выращивать и рассаду загущена. Вот я его упоминала, когда говорила про выращивание рассады на продажу, про выращивание рассады в тоннелях, когда посев, когда нужно посеять много и в зимний период еще места мало на окнах, его можно посеять очень густо и вырастает, он вырастает без ущерба для качества рассады, что очень важно. Вы видите, что рассада не потянутая, она темно-зеленая, листья у него такие толстые и мясистые. Про листья хочу сказать отдельно. Благодаря вот такой специфическому строению листа, вот именно что они мясистые такие, какие-то корявенькие, прям толстые, он не подмерзает, короче, в последнюю очередь. Если на грядке будет высажено несколько сортов, особенно вот которые бывают, и есть листики, прям тоненькие, нежненькие, они у нас в сибирском регионе весной подмерзнут обязательно, подмерзнут и могут даже погибнуть. Вот эти листья, они, во-первых, подмерзают в последнюю очередь, видите, они какие-то как, ну вот одно слово, мясистые такие, их мороз не берет. И если даже фрагмент листа замерзает, вот здесь вот, например, ну вот самый кончик, пол листа замерзает, он потом, да, он потом засохнет, но на само растение это никакого влияния не оказывает. Главное, чтобы вот эта точка роста была сохранена, он начинает расти дальше, очень быстро наращивает зеленую массу свою. И вот только поэтому я его всегда выращиваю, в числе первых высаживаю, выращиваю в тоннелях, когда пикирую сразу вот из лотков подкрытый грунт в середине апреля. Это у нас в сибирском регионе. Растут они там без подогрева, но я уже называла там и Настенька, и Сибирская Тройка, и Демидов, Петруша Огородник. Вот все те томаты, у которых толстая нога, у которых мясистый лист, которые очень выносливые и неприхотливые. Все они после подмерзания восстанавливаются. Ну, конечно, подмерзание, оно все равно немного затормаживает на неделю, но я не буду говорить прямо о морозах, он же не каждый год подмерзает, но бывали такие случаи. Еще что хочу сказать. Универсальный сорт удобен тем, что вот он позиционируется как для открытого грунта, и многие говорят, что он выращивается только в открытом грунте. Но кто видел мои позапрошлогодние видео, в прошлом году я его, по-моему, не успела так снять, потому что видео про него уже много, в теплице плодоносит прекрасно. Именно поэтому я его использую для получения раннего урожая. Вот это вот у меня, именно для теплиц, для раннего урожая. Потом выращивается в теплице прекрасно, показывает хорошие результаты. И что самое главное, этот сорт универсальный, его можно выращивать с разными способами. То есть, можно формировать, то есть, обрывать вот эти нижние листья, удалять лишние пасынки для укропнения плодов. Можно не формировать вообще, то есть, подвязал колу, и пусть он плодоносит. И в конце концов, можно вообще никуда не подвязывать. Его можно выращивать по принципу посадил и забыл. У меня есть видео, где они вообще лежат на земле. Я просто высаживаю вот так вот, ну как, даже не рядами, а как квадратно-гнездовым, или как это называется, способом, на одинаковом расстоянии, что в ширину, что в длину. Они облепятся плодами, от тяжести плодов наклоняются на какой-то, на один бок. Но иногда я их помогаю, направляю, что именно надо вправо всем наклониться, а другим влево всем наклониться, чтобы дорожка была. Они лежат на земле, из-за плотности, вот у него шкурочка такая плотненькая, они не гниют. И у нас, когда в позапрошлом году был град, многие сорта побило, любимый праздник продырявило, вот эти все, и золотые купола, и Кенигсберг, и сибирское яблоко. Все плоды пробиты были, градинами, изгнили. Демидова град не пробил. Остались такие шрамы, как синячки, как пятна, тык-тык-тык. Он как, как это, веснушечки остались, но не пробились. И вот это вот он, один из тех сортов, которому даже град нипочем. Ну, естественно, насчет того, что во все заготовки идет, даже говорить не буду. Можно с него и делать различные там, и заправки суповые, и все на свете, что там пасты варят, но еще вот то, что он указан салатный, это один из сортов. Вот среди этих сортов есть же не только вот такие крупные салатные, есть чисто для заготовок, которые помельче, но вот этот сорт, он идет и в салат, потому что если подождать его полной зрелости, если не рвать полузеленым, он очень вкусный и для салатов подходит. Он не такой, не тот, как сказать, я его не отнесла бы, например, к скороспелкам, которые с кислинкой, и которые, ну, только в первую очередь они хороши, его и в течение лета, даже в конце лета среди других я также беру на салат, также его режем, потому что он ничем не хуже тех крупноплодных, не отличается по вкусу. По вкусу он удовлетворительный. Не сказать, конечно, что он такой вот прям сладкий, мясистый, сахаристый, как позднеспелые, но он чем берет? Позднеспелых надо ждать долго, до августа, до сентября, а эти, из-за того, что у них куст невысокий, быстро формируется, все это у них в ускоренном, он чуть пораньше. Так что вот этот салатовый сорт, который можно использовать чуть раньше крупноплодных, ну, и с другой стороны, его можно высадить пораньше, потому что вот те крупноплодные неженки, их рано не высадишь, они боятся мороза, а этот можно высадить пораньше, к похолоданию относится нормально. Многие пишут, что выращивали демидов, я отрицательных, если честно, отзывов не видела, но некоторые пишут, что он по вкусу уступает другим, но это ясно, у него совсем другая задача, он должен суметь нам дать урожай, и он делает это с успехом, в неблагоприятных условиях, именно, если у вас холодный регион, если у вас короткое лето, если вам некогда ухаживать, посынковать, заниматься тщательным уходом, то демидов для вас, это просто находка, и крупный, и вкусный, и неприхотливый, пожалуйста, кто не выращивал ни разу, познакомьтесь с этим сортом, посмотрите больше информации, а если один раз вырастите, вы конечно в него влюбитесь, вот эти дубки, они и в рассаде красивые, и сам куст потом красивый, а когда он весь увешивается, вот этими плодами, прям смотришь на него, ну откуда у такого маленького кустика, такая плодовитость, все, это сорт демид.